Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, недельная глава Дворим. Книга Дворим. Поздравляю вас, поздравляю нас всех с окончанием школы. Да, действительно, в Торе пять книг. Четыре из них это годовой, можно сказать, курс обучения. А пятое Дворим это повторение, подготовка к экзаменам. Если кто учился, он знает, все, мы закончили школу этого года. И как бы мы там неизвестно чем занимались, для того, чтобы сдать осенние экзамены и получить на следующий год хороший приговор, нам теперь необходимо срочно собраться. И даже если мы что-то не успели, быстрее, быстрее, быстрее все это постараться наверстать. Вообще, раздел Дворим всегда читают в шаббат, предшествующий 9 аву этой недели. Это не траура по разрушению храма, об этом мы поговорим с Божьей помощью в конце недели. В этот день мы оплакиваем не прошлое, а настоящее. Потому что сказано, что каждое поколение, во время которого не построен храм, это значит, что он разрушен. А это означает, в свою очередь, что мы свои 4 книги и свой год проучились не очень хорошо. Есть очень интересная вещь в этой недельной главе, которая раскрывает глаза, в чем тут дело. «Смотри, я даю вам землю эту». Вот, святой автор книги «Арахаим» уточняет, что эта фраза начинается с слова «смотри» в единственном числе, а заканчивается словом «вам» во множественном. Говорит, что все видят одинаково, тем не менее каждый получает разные впечатления. «Придем и наследуем землю эту во множественном числе, однако каждый наследует свое». Человек 4 книги Торы прошел и взял от себя. Большая служба, один взял одно, второй другое. Группа слушает одно и то же. Знаете, люди всегда слышат вроде бы одно и то же, а выносят совершенно разное. Итак, мы подошли к завершающей книге нашей Торы. Многие люди говорят, что если бы мне раньше начать, если бы 18 лет не было, я бы начал, вот я уже кто? Здесь много людей, которые достигают успеха в молодости. Это, я знаю, Феликс Мендельсон написал актет до струнных инструментов в возрасте 16 лет. И увертюру «Сон летнюю ночь», которая считается шедевром из шедевра. Но, предположим, Моцарт и Бетховен были очень одаренными, но написали свои величайшие произведения в последние годы жизни. Клод Моне рисовал 80 свои знаменитые пейзажи водяных лилий. Верди написал фолькстав в 85 лет. Франклин изобрел линзы, вот эти вот бифокальные линзы, 78. Что еще? Музей Гугенгейма, знаменитый архитектор Райт закончил 92 года. И так далее. Есть что-то вот в этой недельной главе трогательное в умении Моисея, которому 120 лет, делиться своей мудростью с молодыми, показывать им, что в то время как, может быть, силы у него уже были не те, хотя сомнительно, но возраст остается до 120 молодым. И надо поддерживать жизнь, надо не считать, что что-то прошло, или не откладывать, не дай Бог, на бесконечное завтра. При даровании Торы сказано, встали у подножья горы. Сказал раб Абдеми. Это учит нас тому, что Бог склонил над ними гору и сказал, если примите, хорошо, если нет, там будет ваша могила. Что это опять означает? Один глава Ишивы собрал своих учеников, которые собирались совершить брак. И вот он перед тем, как они вступали, он сказал маленькую вещь. Он принес им место и говорит, вот то, что вы сейчас прочитали про гору, знаете, конечно, это известное место. А у вас нет вопросов? Какие? Он говорит, ну вот смотрите, написано, сказано, там будет ваша могила. И следовало сказать, здесь будет ваша могила, под горой. Непонятно. И вот сказал глава Ишивы, открой вам тайну. Есть одна могила, которая называется там. В ней похоронены надежды, ожидания, сияющее будущее, все. Ребенок идет в школу, думает, а потом. Потом нужно к экзамену готовиться, ну там успею. Жениться там, там успею. Что-то сделать, там успею. Прочитать, научиться жить. Что-то взять, тору открыть, твилин надеть. Там, там. Какой можно сделать вывод? Не там и не завтра, а здесь и сейчас. И сказано об этом в нашей недельной главе. А теперь Израиль тотчас и сразу услышит законы и установления. Сегодня надо услышать. Если вы хотите пройти успешно осенние экзамены, если вы хотите получить хороший приговор на следующий год, то сегодня, сегодня, когда человек думает, вот наступит лето, там пойду, найду работу, вот когда-нибудь там что-нибудь. Человек с такой философией, как будто пишет черновик, готовится сыграть главную роль в жизни потом, в которой он сможет наслаждаться жизнью, жить правильно. Есть, кстати, и противоположная тенденция. Есть люди, которые все время оглядываются на свое прошлое, вспоминают, сожалеют о выпущенных возможностях, любят порассуждать, что было бы, если бы я тогда, но прошлого не вернуть. Из того, что уже случилось, можно сделать только один вывод, чтобы не повторять те самые ошибки, и все. Каждое утро мы рождаемся заново. Самое большое значение имеет то, что мы делаем сегодня. Нельзя все списывать на завтра, на всякие там... Это тупиковый путь. Жизнь это сейчас, а не потом. Я сейчас не откладываю, я сейчас не упускаю. Поэтому надо впустить в свою жизнь радость и улыбку сегодня. Когда ты сидишь переживаешь, что будет завтра, это самое большое безумие, которое может быть. Ты убиваешь и сегодня, и завтра. Надо перестать оглядываться на прошлое. Этого уже не воротишь. Надо сделать... Вот еще раз говорю, идти вперед. Не заглядывать в будущее с мыслью, что потом будет лучше. Надо сегодня жить и сегодня получать удовольствие. И сегодня учиться. И сегодня находить свой путь в ТОРе. Поэтому мы с вами перед экзаменом. Дай Бог, чтобы этот экзамен был хороший. Чтобы мы получили хорошие оценки. А для этого надо вместе немножко поработать. Браха вацлаха.